Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Режим самоизоляции для старшего поколения в Самарском регионе продлили до 11 апреля. Какие еще решения приняли на областном оперштабе по борьбе с коронавирусом? Оскар в мире театралов. В Доме актера подвели итоги конкурса «Самарская театральная муза». День прилета птиц, как самарские башкиры, отмечают весенний праздник Карагатуй. За сутки в Самарской области зарегистрировали 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 55 534 человека. Такие данные во вторник 30 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 196 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 52 249 пациентов, переболевших ковидом. Послабления не будет, несмотря на то, что число людей, ежедневно заболевающих коронавирусом, сейчас не превышает 200 человек, и ситуация стабильна, меры безопасности в регионе смягчать пока не планирует. Людям старше 65 лет по-прежнему рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. А в зрительных залах заполняемость все так же не должна превышать 50%. До какого срока продлятся ограничения и с чем связана предосторожность в нашем сюжете? За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась и сейчас в среднем составляет около 200 случаев ежедневно. При этом чаще стали болеть дети в возрасте до года, школьники с 7 до 14 лет, а также подростки. Ни одного случая заражения гриппом в Самарской области по-прежнему не зафиксировано. На оперштабе глава региона выразил уверенность, что это результат прививочной кампании против гриппа, когда вакцинацией было охвачено более 60% населения. Сейчас основная задача – сохранить тренд на стабилизацию эпидемиологической ситуации, особенно накануне приближающихся майских праздников. Поэтому на оперативном штабе решили оставить 50% заполняемость залов, театрах и на концертах, а также продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65 плюс до 11 апреля. Коллеги, давайте мы вот эти 10 дней используем максимально эффективно для того, чтобы, с одной стороны, справиться с тенденцией, которая сегодня есть, преодолеть очередной рубеж заболеваемости в день. У нас сейчас было 300, сейчас 200. Давайте мы создавать все условия для того, чтобы дальнейшее понижение было. Я думаю, нащупаем формулировки, как правильно поручение оформить штаб. Министр здравоохранения региона Армен Бинян в своем докладе отметил, что в штатный режим работы возвращены 1828 коек в кардиологии, терапии, сосудистой хирургии, гинекологии и онкологии. В случае необходимости они могут быть снова переведены на ковидный профиль. В стационарах проходит лечение порядка 3200 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Более 14 тысяч человек лечатся амбулаторно. 100% пациентов обеспечены разными необходимыми лекарственными препаратами. В области создан резерв не менее полутора месяцев для обеспечения как стационарных, так и амбулаторных пациентов. В поликлинике региона возобновили диспансеризацию. Вакцинацию в Самарской области можно сделать в 145 прививочных пунктах. Два из них мобильные. Всего в область поставлено более 167 тысяч доз вакцины. Препаратом гам-ковид-вак привиты более 161 тысячи человек. Из них вторым компонентом более 112 тысяч. Более половины прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет. Ожидается две большие поставки препарата – 42 тысячи и 51 тысячи доз. Будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов. Виктория Шарея, События. Оперативно расходуют поставки вакцины не только в областном центре, но и в районах губернии. Например, в Клявлинском прививку сделали более 1700 человек. Большинство получили оба компонента вакцины. Подробности в нашем сюжете. В больнице Клявлинского района вторым компонентом вакцины гам-ковид-вак прививают более 50 человек. Каждый из них выдержал интервал между двумя прививками три недели. По-прежнему перед прививкой – осмотр врача, заполнение документов, а после нее – 30 минут под наблюдением медиков. Когда человек пришел на вакцинацию, первым делом измеряется температура, сатурация, проводится анкетирование, выясняется, есть ли у него хронические заболевания и так далее. И следующий этап – осмотр врача. Противопоказанием к данной прививке, в принципе, их очень мало, являются острые заболевания инфекционные, и то можно привиться спустя 14 дней после выздоровления, не менее 14 дней. Дальше – беременность, период лактации. И с осторожностью применяется у лиц, имеющих злокачественное новообразование. Чтобы вакцинировать всех желающих, в Клявлинской поликлинике работают два прививочных кабинета и выездные бригады на фельдшерско-акушерских пунктах. По последним данным, привились 1750 жителей Клявлинского района. Из них полностью завершили вакцинацию 1700 человек. Чтобы семью не заразить, у меня муж тоже привитой, дети дома, 10-15 лет первый раз, никаких температур, ничего не было. Ну, руку ломила немножко, если лежишь на этом ключе, и все. В данный момент, мне кажется, самым эффективным методом является вакцинация. Как бы вакцинация нам поможет создать собственный иммунитет и коллективный иммунитет. Записаться на прививку можно как по телефону горячей линии 122, так и на портале госуслуг. Также можно позвонить по номеру телефона поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Ольга Хомракулова, События. Министром спорта Самарской области стал Сергей Кобылянский. Документ о назначении подписал губернатор Дмитрий Азаров. Сергей Кобылянский вырос в Самарском регионе, воспитанник хоккейного клуба «Маяк», в составе которого два сезона выступал на чемпионате СССР. Кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, мастер спорта по военному многоборью. Всю свою профессиональную деятельность посвятил развитию физкультуры и спорта. В разные годы работал преподавателем, начальником кафедры физподготовки в военном вузе, а затем главным инспектором управления физической подготовки и спорта вооруженных сил Минобороны России. Главным направлением деятельности регионального министерства должна стать работа по созданию условий для ведения гражданами здорового образа жизни, пропаганда физкультуры и спорта. Главное событие года театрального мира названы имена лауреатов областного конкурса «Самарская театральная муза». Экспертное жюри оценивало работы в 20 номинациях. Глава Самары Елена Лапушкина и министр культуры и региона Татьяна Мордуляш поздравили победителей и вручили заветные статуэтки. Кого признали лучшими из лучших, узнала Ольга Хомракулова. Оскар в мире театралов. Традиционно в последний понедельник марта подводят итоги областного конкурса «Самарская театральная муза». Он проходит уже в 25-й раз. Подводить итоги такого проблемного года еще сложнее. Была бы моя воля, я бы всем 15 театрам дал лауреатство. По положению конкурса каждый театр может выдвинуть не более двух спектаклей, выпущенных в 2020 году. В этом году профессиональное жюри оценивало работу артистов в 20 номинациях. Я новичок в жюри. Сложность была просто попасть на все спектакли, потому что технически вечерами мы играем все в одно и то же время. И посмотреть все спектакли, вот это, наверное, самая большая сложность была. Лучшими в номинации «Работа солистки балета» стали сразу две примы Самарского академического театра оперы и балета – Ксения Овчинникова и Марина Накадзима. Награду лауреатам вручила глава города Елена Лапушкина. Друзья, спасибо огромное за ту радость, за те эмоции, которые вы даете своим зрителям. Год был нетипичный для театра, для работников культуры. И, конечно, вы скучали по своим зрителям, и, конечно, зрители скучали по вам не меньше. Но этот год все-таки не прошел зря. Мы многому с вами научились и приобрели бесценный опыт. Это, конечно, очень приятно. Вообще, вот эта наша Самарская театральная муза – это настолько всегда трепетные ожидания, кто же, кто же победит. Очень приятно, когда такую награду вручает глава города. Это гордость сразу же для меня, конечно. Для меня это вторая муза. Первый раз с 2018 года у меня лучшие роли второго плана. Вот, а это вот и первые планы, поэтому очень приятно. Лучшую солистку оперы Анастасию Лапу из Академического театра оперы и балета чествовала министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш. О лучших исполнителей мужской роли в драматическом театре Игоря Рудакова из Самарта и Сергея Познякова из театра студии «Грань» объявила главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Вот у нас в обозначении муза она одна, но я знаю, что к каждому из вас она приходит разная. И хотел бы напомнить, что наша самарская сцена, она подарила нашему российскому театру просто созвездие гениальных актеров. А наш космически прекрасный граф-дэлафер «Всея Руси», что говорила о нашей замечательной самарской сцене, что в самарской драме он встретил вполне столичный театр. Сама же церемония скорее напоминала творческий вечер старых друзей. И хотя заполняемость зала, согласно нормам Роспотребнадзора, еще не полная, лейтмотивом стала радость долгожданной встречи и вновь оживший театр. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Наш эфир продолжит рубрика «Экономика». Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что важного сегодня в новостях экономики? Правительство продлило соглашение о стабилизации цен на сахар и на подсолнечное масло, но сначала о кредитах на жилье. Представители банковского сектора говорят о том, что они уже очень давно не повышали ставки по ипотеке. Однако после того, как Центральный банк России пересмотрел свою политику относительно направления изменения ключевой ставки, руководство кредитных организаций также запланировало корректировку своих ставок по ипотеке. Они могут вырасти уже в апреле, предполагают эксперты. Напомню, что 19 марта Банк России после долгой паузы повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. А вот самозанятые смогут в упрощенном порядке получить льготные кредиты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что до конца года у них появилась возможность подать заявку на получение льготного займа через портал Госуслуг. Денежные средства можно будет направить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборота. Правительство России продлило соглашение о стабилизации цен на сахар до 1 июня и на подсолнечное масло до 1 октября. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, а розничная цена 110 рублей за литр. Ну а стоимость сахара установили на уровне 36 рублей и 46 рублей, соответственно, за килограмм. Срок действия соглашения истекал 1 апреля, что могло привести к подорожанию этих продуктов, но цены все же стабилизировали. Министерство финансов России поддержит строительство моста через Волгу с обходом Тольятти. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с депутатом Госдумы, первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам Леонидом Симоновским. Обсуждали реализацию самого крупного в стране проекта на основе государственно-частного партнерства – строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу, входящего в состав международного транспортного коридора Европы-Западной Китай. Парламентарий отметил, что по данному проекту Минфин России гарантирует поддержку, но по остальным приоритетным для Самарской области проектам будут и дальше добиваться федеральные поддержки. Официальный курс доллара на завтра – 75,70 руб. Доллар потерял 13 коп. Евро – 88,88 руб. Европейская валюта снизилась на 47 коп. Нефть марки Brent тоже теряет в цене – 63,87 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Закончить расчистку крыш от снега и наледи в особо опасных местах, а также продолжить подготовку к предстоящему строительному сезону – задачи, которые должны стать приоритетными на ближайшие дни. Такие акценты в работе расставил первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном оперативном совещании. Строительный сезон в этом году должен начаться с ремонта теплотрасс на тех участках дорог, которые запланированы к ремонту. Также первый вице-мэр призвал ресурсной организации изучить список ремонтируемых дорог и при необходимости обновить коммуникации до начала ремонта дорожного полотна. По поручению Владимира Василенко, в ближайшее время по этим вопросам состоится отдельное совещание для координации действий. То, что связано с строительством развязки Советской армии Новосадовая, все дороги, которые Пкадовские попадают туда, они должны в первую очередь выйти. Как только строительный сезон стартовал, сразу выходить на эти дороги. В Самаре начался осмотр дорог после осенне-зимнего сезона. Специалисты выезжают на участки, которые находятся на гарантии, и дают оценку состоянию дорожного покрытия, тротуарных зон, разметки, пандусов, барьерных ограждений и других элементов уличной дорожной сети, которые были отремонтированы в том числе и на средства НАЦПроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На гарантийном осмотре побывала наша съемочная группа. В Самаре в прошлом сезоне привели в порядок 45 участков автомобильных дорог местного значения протяженностью более 41,5 километра. Установили 35 светофоров, 939 дорожных знаков, смонтировали почти 17 тысяч метров пешеходных ограждений. Все эти объекты находятся на гарантии и сегодня проходят проверку. Все, что заключено, какие работы выполняются в рамках муниципального контракта, все это находится на гарантии, все это должно содержаться подрядчикам, поэтому все объекты, которые здесь устанавливались, будут проверяться в рамках гарантии. В первую очередь проверяют участки возле социально значимых учреждений, школ, больниц, детских садов. Особое внимание объектам с элементами благоустройства для маломобильных граждан. Проверяется наличие и целостность тактильной плитки устройства пандусов. В приемке объекта после капитального ремонта участвовали и общественники. Инвалиды-колясочники проверили, насколько удобны новые съезды и остались довольны. Человек на коляске может самостоятельно перемещаться по городу, по всей инфраструктуре, не прося ни у кого помощи. Когда у человека нет проблем, он чувствует себя совершенно комфортно, безопасно. Такой осмотр гарантийных дорог после осенне-зимнего периода проходит ежегодно. Проверка выполняется как визуально, так и при помощи специального инструмента, например, дорожно-строительной рейки. Все замечания фиксируются в акте совместного осмотра. Дефекты подрядчикам придется устранить за свой счет. Будут направлены претензионные письма водоспотребных организаций по необходимости устранения выявленных замечаний. Администрация городского округа Самара поставлена задача в кратчайшие сроки провести осмотр и в течение апреля завершить работы не только по осмотру, но еще и по выполнению гарантийного ремонта. Нет нареканий по состоянию улицы Фадеева. На Победе необходимо доработать парковочные карманы. На Мичурино-Масленниково придется восстановить дорожную разметку и плитку возле поликлиники. К работам приступят, когда установится теплая погода. В этом году по нацпроекту комплексно отремонтируют 7 объектов 25 большими картами. Из них 8 дорог ведут к медицинским учреждениям, 16 – к объектам образовательной сферы. Светлана Кудрявцева, Ирина Балясникова, Василий Колдашов. События. Самарские полицейские и бойцы спецподразделения «Гром» проверили один из шоу-ресторанов на улице Лесной. Там находилось более 150 посетителей. Некоторых направили на медосвидетельствование. В отношении отказавшихся пройти анализы составили протоколы. В ходе проведения осмотра помещения изъяли наркотики, марихуану, амфетамины и другие наркосодержащие препараты. Это подтвердила экспертиза. По данному факту проводится проверка. Правоохранители с применением служебно-рыскной собаки проверили посетителей танцпол, зал и служебные помещения развлекательного заведения. 23 посетителей, у которых присутствовали внешние признаки опьянения, направлены на медицинское освидетельство, где прошли тесты на употребление наркотических и психотропных веществ. В отношении шести посетителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельства, составлены административные протоколы. Далее коротко о других темах дня. Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат может применяться как для быстрой вакцинации населения, так и для повышения иммунитета у уже переболевших коронавирусом. «Спутник Лайт» не заменит «Спутник Ви», но может снизить количество тяжелых и летальных исходов от коронавирусной инфекции, считают эксперты. В Самарской области злоумышленник убедил жителей Тольятти, руководителя одной из религиозных организаций, защитить денежные средства. Потерпевший через интернет перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, что с предложением защитить средства на карте, как правило, звонят мошенники. Поэтому не стоит поддаваться на уговоры. В этот вторник на маршрут номер 108 губернанский рынок Южный город снова вернулся электробус. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Расписание движения не изменилось, стоимость проезда 32 рубля. Строительство здания театра-студии «Грань» завершат в 2023 году. Об этом сообщил художественный руководитель Денис Бакурацци. Он отметил, что это будет знакомым событием не только для Новокубишевска, но и для всей области. Сейчас уже завершено проектирование здания, скоро начнется реализация проекта. Самарские спортсмены готовятся к гимнастраде. Это новые всероссийские соревнования, которые проводятся в три этапа. Сначала команды из десяти человек снимают видеопрезентацию своего выступления. Затем предстоят региональные и федеральные чемпионаты. На прошлой неделе свои ролики уже представили две команды Института культуры. На этой ученицы Центра детского творчества «Металлург». Как готовится к гимнастраде сборная команда Самарской области по спортивной аэробике в нашем сюжете. За хрупкими на вид, но сильными плечами девушек сборной команды Самарской области по спортивной аэробике не один десяток соревнований. Теперь им предстоит взять еще одну спортивную цитадель. Тренировочный сбор нацелен на победу в новом турнире – гимнастрада. Но чтобы примерить на себе медаль, сначала нужно записать видеоролик своего выступления и отправить его на суд компетентного жюри. Мы очень хотим пройти отбор и попасть в дворец Ирины Лидно-Русмановой. Нам хочется сделать жизнь более разнообразной и яркой. Второй этап соревнований – очные лучшие танцевальные и спортивные коллективы Самарской области разыграют путевку на всероссийский финал, который пройдет в Москве в середине июня. Чемпионы определятся в трех номинациях – танцевальный марафон, общая гимнастика и гимнастические виды спорта. Девочки-спортсменки по спортивной аэробике различного уровня. Есть члены сборной команды Самарской области, есть начинающие спортсмены. Тем не менее, гимнастрада объединяет всех, какую-то общую цель рисует, ну и готовимся все вместе к фестивалю. Решение о том, что Самарская область будет участвовать в новом всероссийском турнире гимнастрада, принял губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Ее Международная академия спорта проводит эти соревнования в рамках нацпроекта «Демография», инициатором которого является президент России Владимир Путин. Уникальность проекта заключается в том, что попробовать свои силы может любая команда, как любительская, так и профессиональная. А возраст участников впечатляет – от 5 до 28 лет. Сергей Кизоркин, События. Самарские башкиры отметили Каргатуи – День прилета птиц. Это праздник встречи весны в творческих традициях башкирского народа. В этом году праздник посвящен 170-летию образования Самарской губернии. Подробнее расскажет Елена Чернявская. В Самаре отметили башкирский праздник Карагатуй. Он считается одним из самых древних у башкир и отмечается повсеместно. Главное в нем – накормить вестников весны горачей. Считалось, что если они будут сыты, то и год будет урожайным, а жизнь благополучной. Весной проходит вот такой праздник, праздник прилета птиц. И у нас есть возможность встретиться, поговорить друг с другом, обняться, обменяться своими новостями. Вот я благодарна этому. Я очень рада, что сегодня очень много пришли народу, очень много пришли со своими гостинцами, деревенские выпечки, с хлебом, коробаем огромным приехали. Этот башкирский весенний праздник Карагатуй стал частью культурного календаря в Самаре. Его отмечают уже 16-й раз. Участниками стали представители других народов, которые могли познакомиться с традициями башкир, увидеть предметы быта, полакомиться национальными угощениями. Чак-чак, баурсак, национальный хлеб и пшенная каша – символы башкирского Карагатуя. Каждый праздник – это не только возможность прикоснуться к традициям других народов, проживающих по соседству, но и пообщаться друг с другом. Организовывая подобного рода праздники, как Навруз, Карагатуй, Акатуй, Сабантуй и многие другие, объединяя в рамках этих праздников, приглашая на них представителей разных народов, мы имеем возможность приобщиться к традициям разных народов, найти отклик своей душе тем чаянием, тем культурным традициям, которые мы можем увидеть на этих праздниках. Самара – город многонациональный. Башкиры являются коренным народом, издавна живущим в степных районах нашей области. Одно из самых немногочисленных, но коренной народ в Самарской области. У нас всего порядка 8 тысяч. Мы ожидаем осенние переписи, ждем все-таки, что плеск, наверное, будет, может быть, побольше, чем 8 тысяч. Ну, это, конечно, надежда любой малого народа, что мы не пропадаем, что мы не уходим куда-то безвестно, что существуем, есть. В праздничном концерте принимали участие башкирский народный ансамбль танца «Лейсан» – артисты из Большечерниговского района, гости из Пугачевского района Саратовской области. Особым подарком для всех стало выступление артиста филармонии Республики Башкортостан. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова